Всем привет! Недавно вышло обновление Adobe Premiere, традиционное осеннее Adobe Premiere 2020. И давайте разбираться, что же в нем нового интересного появилось. Первое, что появилось, это автори-фрейм кадра. Он основывается на анализе картинки. Впервые они продемонстрировали эту функцию еще год назад на Adobe Max, как бета отдельная программулина. Тогда они еще непонятно было, куда они засунут. Я думал, они засунут это в мобильное устройство. Наверняка это и всплывет в конечном итоге на мобильных устройствах, на Adobe Premiere Rush. Но они уже засунули это и в Premiere, и в After Effects. В первую очередь, для чего это нужно? Вот, допустим, у нас есть какой-то монтажик, такой, который мы сделали 16х9. И вдруг, по каким-то причинам, нам нужно его переформатировать под вертикальную Stories или, допустим, под квадратную пост в Инстаграме. Для этого мы идем в Sequence Settings, меняем параметры, размеры секвенции. Вот у нас все поменялось. И где-то это смотрится нормально, но вот здесь у нас активная часть выпадает из кадра. И результат получается так себе. И нам остается единственное, что вручную все это через Position подгонять, ставить ключевые точки и так далее. Теперь у нас есть After Reframe. Находится он вот здесь вот. Reframe. Вот он. Теперь мы применяем просто этот эффект. Он анализирует кадр и расставляет вот здесь вот точки в параметре Motion. То есть вот он появился как отдельный эффект. И вот его действие. Смотрим, как это выглядит. То есть он находит какой-то важный объект и начинает уже за ним следить. Но давайте, чтобы нам не было так скучно, применим его ко всем. И смотрим, что он сделает. И вот здесь вот, как у любой автоматической системы, есть небольшие костячки. Потому что в данном случае он принял этот столб за какую-то важную деталь и начал на нее фокусироваться. И, к сожалению, у нас нет возможности никакого перенастроить. Единственное, настрой, который у нас есть, это Motion Preset более медленный Motion или быстрый Motion. То есть если быстрое движение в кадре, он будет более частые точки ставить. Если более медленное движение, он будет такие более редкие точки ставить. Но в данном случае, как с этим столбом, нам желательно вообще не иметь никакого слежения. Потому что у нас и так центральная композиция. Нам, в принципе, достаточно будет, если вот так вот все останется, уже будет хорошо. Но в остальных случаях... Давайте изменим Slower Motion. Видите, он переставил точки. Fast Motion. Переставил точки. Как еще у нас мы можем применить этот эффект? Сейчас я все отменю. Что у нас применено? Вернемся к изначальной секвенции. Второй способ в целом переформатировать всю имеющую секвенцию под другое соотношение сторон у нас находится вот здесь вот. Sequence. Outer Reframe Sequence. Когда мы применим эту операцию, у нас создается новая секвенция, то есть исходная никак не изменится. Здесь мы выбираем соотношение сторон. Допустим, квадратная, вертикальная 5 на 4, вертикальная 16 на 9, горизонтальная, в нашем случае это без изменений, значит, останется. И пресет Slower Motion, Fast Motion. Здесь еще стоит отметить, обратить внимание вот на эту вот штучку, единственный переключатель. В первом случае, как я уже сказал, когда мы применяем этот эффект, он выставляет точки на эффекте Motion, на Position в Motion. Если у нас уже там ставят какие-нибудь точки, то есть мы какие-то операции с видео делали, то тогда новые точки, соответственно, перезапишут те операции. Это может быть не то, что нам нужно. Чтобы этого избежать, у нас есть вариант номер 2. В этом случае он засунет весь монтаж в Nest, уже нарежет его на кадр и будет применять вот этот эффект каждому конкретному под секвенции, как бы уже поверх тех точек, что уже там внутри стояли. Но поскольку у нас здесь нет никаких операций, я выберу Don't Nest Clips, и не 16 на 9, допустим, но Vertical 5 на 4. Create, он создал новую секвенцию с приставкой 5 на 4, она находится вот здесь вот в папке Autoreframed Sequence. И, в общем, мы смотрим тот самый результат, который до этого видели, применив каждому клипу по отдельности. Вот такая вот штука у нас появилась. Конечно, это очень упрощает работу с социальными сетями, когда вам нужно сделать несколько монтажей и несколько вариантов монтажа под разные аспекты, и хотите быстренько в автоматическом режиме это сделать. Нет проблем, вот вам, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Следующие уже такие мелочи, которые стоит отметить, точнее, непременно нужно отметить. Это работа со звуком. Со звуком они добавили очень интересную штуку. Смотрите, сейчас я здесь сброшу все. Раньше, как вы знаете, не знаю, наверняка вы знаете, если вы не первый год работаете в премьере, у нас было ограничение по волюму, мы могли прибавить только плюс 6 децибел. То есть вот эта вот линия поднималась в плюс 6 децибел. Сейчас это ограничение раздвинули, теперь у нас плюс, мы можем подниматься до 15 децибел. Соответственно, если нам нужно прибавить больше 15 децибел, мы уже используем аудиогейн. Вот я здесь акцентирую. Акцентирую внимание. Вот у нас осталось 15 децибел. Не знаю, что так долго тянули, но, видимо, пришло время. Второе изменение появилось в аудиотрек миксере. Здесь он будет выглядеть у вас вот так вот. Здесь тоже у нас появилось плюс 15 децибел. И самое главное, здесь появился loudness radar. И теперь, чтобы не быть непонятным для зрителей, мне надо объяснить, что такое аудиотрек миксер, что такое loudness radar и что здесь для чего. И почему это такая штука достаточно важная. Что такое аудиотрек миксер? Это место, где мы можем регулировать громкость клипов на таймлайне не на самих клипах, а используя целиком громкость каждого трека. Можем целиком повысить или понизить громкость какого-то трека. И, соответственно, весь звук, который ложится на эту дорожку, будет уже с предусилением или предослаблением. И еще одна фича этого трек миксера находится вот здесь вот, в верхнем уголочке. Это вот не новое, это было здесь всегда. Просто обращаю на это внимание, начинает это с версии, не знаю с какой, это всегда, насколько я работаю в примере. Вот здесь находится аудиотрек миксер. Вот здесь вот в аудиотрек миксере находится возможность вешать отдельные эффекты целиком на дорожке. И в том числе можно вешать любой эффект аудио на мастер-дорожку. Что такое мастер-дорожка? Мастер-дорожка это дорожка, в которую суммируются все дорожки в проекте. Допустим, условно говоря, есть у меня вот здесь музыкальный трек, и я могу применить, допустим, компрессор, либо лимитер, либо что угодно. Ну а что появилось нового? Появилась возможность вешать loudness radar. Теперь что такое loudness radar? Loudness radar это вот такой вот прибор, который позволяет оценивать громкость звука на интервале. Оценить среднюю громкость за какую-то длину. Сейчас у нас все мастера сдаются на канал, там у них по тех требованиям идет не ограничение... Ну, ограничение вверх пиковой громкости тоже есть, но теперь у них главное это ограничение средней громкости на основе лупсов. Вот наш стандарт европейский EBU R128 LUFS. У нас сразу меняется линейка. И как она работает? Сейчас я включу проигрывание, и у нас начнется здесь рисоваться график, и высчитывается среднее значение громкости за интервал. Так, у нас сейчас слишком тихая громкость. Сейчас шить. То есть вот у нас рисуется такой график, где вот здесь вот громкость до минус 32, зеленая зона это минус 26. И сейчас я... А, я просто здесь занизил сильно, поэтому у меня такая тихая. А здесь я попробую. И здесь пишется вот как раз средняя громкость за интервал, минус 31 лупс. Сейчас еще раз запущу. Вот теперь у нас за вот этот вот проигранный интервал средней громкости стал минус 25 лупс. Что это нам дает? Раньше для того, чтобы оценить, как у нас наш мастер проходит, по тех требованиям или нет, нам нужно было его экспортировать. Импортировать, здесь у нас есть такая функция при экспорте, нормалайз, лаудность нормализейшн. То есть нам нужно было импортировать мастер, прогнать его по тех требованиям. Мы получили уже нормализованный со средней громкостью минус 23 лупс, все как положено. После этого закинуть его в проект, накинуть на него лаудность радар, проиграть и понять, получилось или нет. То есть можно отправлять на ОТК или нет. Теперь мы можем это проверить в процессе просмотра, просто набросив лаудность радар на мастер трек. Конечно, это такая фича, она больше для профессионального сообщества. Большинству людей до этого нет дела, но профессионалам такую штучку надо обратить внимание. Следующая вещь, которая появилась, это находится в районе работы с титрами и с графикой. И это просто несколько дополнительных горячих клавиш, которые позволяют работать с текстом. То есть, допустим, я хочу сделать... Вот так вот. Что появилось? Появилось горячих клавиш много на самом деле, но что мне больше всего понравилось? Это первое, Ctrl-Alt влево-вправо позволяет увеличивать размер шрифта. Alt-вверх-вниз позволяет увеличивать и уменьшать межсрочный интервал. Вот такие вот дополнительные клавиши, которых раньше не было. Что еще появилось? Появилась буква с подчеркиванием и с нижним, и с верхним регистром, то есть там сверху и снизу. Раньше просто этого не было в новой титровалке, но вот так потихонечку по каждой мелкой малипулечке добавляются в титровалку новые инструменты. Еще одна мелочь, которая появилась, которой не хватало, это ускорение более чем в 100 раз. Точнее, в 10 тысяч процентов это у нас в 100 раз. То есть, если вы там не работали с таймлапсом, как я люблю делать таймлапсы с работы, и очень прикольно ускорять их как можно сильнее. И раньше он всегда здесь упирался в ограничения 10 тысяч процентов. Больше он просто не давал физически делать. Но я для себя открыл, что в новом обновлении через таймремаппинг мы можем увеличивать больше, чем в 10 тысяч раз. То есть, если мы будем ускорять вот здесь вот, то здесь предел установлен на уровне 20 тысяч процентов. Но на самом деле, что еще хочется отметить, если вам нужно ускорять, делать такие очень быстрые таймлапсы, самый быстрый способ оказался следующий. Дело в том, что таймремаппинг применяется после ускорения в меню Speed and Duration. Поэтому здесь вы можете увеличить в 10 тысяч на 10 тысяч процентов в 100 раз. И дополнительно через таймремаппинг вы можете увеличить еще на 20 тысяч. То есть, в 100 раз вы можете увеличить скорость на таймлайне, и в 200 раз вы можете увеличить через таймремаппинг. То есть, суммарно вы можете увеличить скорость в 20 тысяч раз. Не знаю, зачем такое может быть, потому что тогда в одной секунде у вас будет 20 тысяч секунд. Это черт знает сколько, не буду сейчас умножать. Но вот такая вот мелочь-приколюха сейчас появилась. Также еще одна мелочь-приколюха, которая появилась и в Premiere, и в After Effects, потому что это все со связанным форматом Adobe, потому что это появилось в мограф-темплейтах, и это будет полезно и тем, кто работает в After Effects, и тем, кто работает в Premiere. Что они такого добавили в свои мограф-темплейты, чего раньше не было? Раньше мы могли передавать информацию из After Effects в Premiere через несколько инструментов управления. На самом деле это были слайдеры. Мы могли какой-то параметр редактировать в темплейтах, сделанных в After Effects. Какой-то параметр мы могли передать либо через слайдер, либо через световое поле. Видите, у нас световое поле, слайдер, слайдер, слайдер. Либо, тоже не сразу появилось, но первое выпадающее меню появилось в шрифтах. Теперь можно передавать, создавать в целом выпадающее меню с любыми параметрами или настройками параметров. Это такая вещь, которая относится больше к создателям вот этих вот темплейтов, что теперь они могут зашивать несколько разных типов шрифта, разных пресетов, и делать их в виде выпадающего менюшки сверху. То есть, допустим, сделать пять разных плашек, но зашить их не в виде переключателей, галочек и так далее. Потому что галочки еще можно передавать, да. Но теперь можно сделать одну выпадающую менюшку, в которой просто выбирать пресет. Скоро появятся новые темплейты уже с дополнительно вот этой вот фишечкой. Дальше еще из таких мелочей появились новые пресеты при экспорте, пресеты для экспорта для доп. стоков. Но более интересная здесь штука, появились пресеты для экспорта с расширенным HDRI пространством в кодеках H264 и H265. То есть, как это выглядит? Выбирая кодек H264, мы идем ниже, здесь профайл снимаем, здесь появился профайл High 10. Выбираем его, ставим галочки High Dynamic Range, можно включить HDR10 Metadata и экспортировать с большим в цветовом пространстве HDRI 10. Пока что, в принципе, телевизоров и приборов, которые показывают, отражают это цветовое пространство не так много, но в целом мы смотрим на будущее и, возможно, кому-то эта функция нужна уже сегодня. Ну и последняя фишка у них расширился System Report. Первый раз, когда я установил новый премьер, он мне указал на то, что у меня драйвер для видеокарты не обновлен. Старый премьер этого не показывал. Поэтому какие-то новые точки отслеживания совместимости системы в новом премьере появились. Вот. Вот это основные обновления, которые вышли этой осенью. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, там ставьте, комментируйте что-нибудь. Ну вот это вы все делаете. И до встречи в эфире. Пока.